Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. И сегодняшний видеоролик будет о таких прекрасных цветах, как гладиолусы. Да, гладиолусы это замечательные осенние цветы, которые у нас ассенциируются со школы и с первым сентября. А все потому, что раньше, в советские времена, дети несли огромные букеты гладиолусов. И я, между прочим, тоже, да, и дарили своим учителям на, так сказать, день знаний. Но для того, чтобы вырастить такой красивый букет и подарить его учителю, для начала, конечно же, нам нужно эти гладиолусы посадить. И сейчас у нас наступила весна. На дворе сегодня 17 апреля. Пора достать наши луковицы из подвалов, погребов, холодильников и из прочих мест, где только мы их не храним. Провести, так сказать, ревизию и подготовить посадки. Об этом я вам сегодня все расскажу. Самое оптимальное время посадки гладиолусов в открытый грунт в средней полосе России, это примерно конец апреля, начало мая. Но для того, чтобы быть более точными, и, кстати, бывают такие зрители, которые очень любят точности, скажу. Лучше всего, если ваша почва прогрелась до плюс 10 градусов на глубине 10 сантиметров. Для этого можно взять просто обычный термометр, закопать его или взять пищевой термометр, воткнуть его в землю на 10 сантиметров и проверить. Сегодня 17 апреля и еще очень холодно высаживать гладиолусы. Но пора их, так сказать, подготовить к этой посадке, поскольку примерно через 2 недельки уже можно будет высаживать. Давайте посмотрим, как перезимовали мои гладиолусы и что я с ними делаю. Я хочу сказать, что вопреки бытующему мнению, не обязательно проращивать гладиолусы заранее. Вот у меня так случилось, что они проросли сами. Но если вы, например, достали свои луковички или вы купили луковички, и они еще не проросли, ничего страшного. Совершенно не обязательно их начинать сажать дома для проращивания, чтобы высаживать их пророщенными в грунт. Если вы посадите их в грунт уже с подрощенными ростками, это значит, что они у вас просто раньше зацветут. Примерно на 2 недели. А если вы не хотите, чтобы они у вас цвели раньше, просто положите их в холодильник до, так сказать, непосредственной высадки в грунт. Однако мои гладиолусы уже сами решили, что им пора высаживаться в грунт. Но что-то это решение, по-моему, они приняли поспешно. До высадки в грунт еще минимум 2 недели. Храню гладиолусы я в обычном вот таком пластмассовом ящике. Осенью я их выкапываю, не чищу, просто вместе с ботвой вешаю в проветриваемом помещении. Потом, после того, как они подсохнут, срезаю луковички, складываю рядами и пересыпаю пилками. Ящик плотно закрывается пластмассовой крышкой, и в ящике есть отверстие для вентиляции. Храню я их в обычном подвале у своей знакомой в деревне. Но в этом году в подвале было немножко тепловато. Видимо, зима выдалась не очень холодная, и поэтому мои гладиолусы немножко раньше, чем нужно, проросли. Но ничего страшного, теперь мне нужно их перебрать, отчистить от старой чешуи, снять с них старые корешки и отдельно в мисочку сложить. Сложить для того, чтобы они были чистенькие, аккуратненькие. Такой способ хранения гладиолусов не очень хороший, потому что много моих луковиц испортилось. Видите? И в опилках больше хранить я их не буду. В следующем году я буду хранить их в мхе с фагнуми, который имеет отличные антибактериальные свойства и не даст луковицам загнить. Но об этом будет обязательно на канале ближе к осени. Следите за новостями, надеюсь, что будет интересно. Не имеет значения, пророщенная у вас луковичка или не пророщенная, чистка луковицы всегда одинакова. Нам нужно убрать старые корешки снизу, снизу донышко вот это старое убрать, для того, чтобы оно не мешало новым корешкам расти. И аккуратненько, аккуратненько по кругу почистить вот эту шелуху, чешую, как у лука. Так, немножко аккуратненько. Имеется в виду, что вот здесь вот наверху находятся вот эти ростовые почки. И когда вы будете счищать слой за слоем вот эту старую прошлогоднюю чешую, не поломайте, пожалуйста, свои маленькие вот эти растючки, которые только пробиваются. Можно, кстати, между прочим, и совершенно без фанатизма этим заниматься. И как-то несколько лет я сажала, оставляя чешую на луковице. Сильной разницы я не заметила, но все-таки для того, чтобы оценить, как наша луковица перезимовала, не загнилала или не испортилась, лучше, конечно, почистить и посмотреть. Фух! У меня вполне себе приличная нормальная луковица с хорошим росточком. Сейчас, если бы не было росточка, я могла бы положить ее протравить, например, в какой-нибудь фунгицид или в обычную марганцовку. Но поскольку росточек у меня уже есть, и есть много беленьких корешков, для того, чтобы их не пожечь, я делать этого не буду. Стыднее и позор. А вот луковицы, которые еще без росточков и корешочков, перед высадкой в грунт, все-таки, конечно, лучше немножко протравить, для того, чтобы они не загнили. После чистки мои проросшие луковицы отправятся в холодильник примерно на 2 недели, где будут ждать установления теплой погоды и ждать, пока прогреется почва, потому что сейчас все-таки еще рановато. Там они будут спокойненько остановить свой рост и спокойненько переждут эти дни. Итак, друзья мои, подведем итоги. Высаживать гладиолусы в грунт нужно, когда земля прогреется до плюс 10 градусов, на глубине 10 сантиметров. Перед высадкой в грунт луковички желательно почистить, а также протравить в растворе фунгициды или слабом растворе марганцовки. Для этого небольшое количество марганцовки разводим в прохладной воде, погружаем туда наши луковицы примерно на полчаса, затем достаем, просушиваем на полотенчике и все, можно сажать. Делается это для того, чтобы всякая бяка и всякие гнили не приставали к нашим любимым цветам. На этом, пожалуй, будем заканчивать. Внизу в описании всякие интересные ссылки на наш вайбер-магазин и магазин ВКонтакте, который называется «Вкусно ем». Здесь и вот здесь вы сможете посмотреть что-нибудь интересное, а вот здесь подписаться на канал пальчиком тактык и спасибо, что подписались. Всем огромное спасибо за просмотр, всех люблю, целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok